В эфире Вести Чукотка. В студии работает Владимир Никиченко. Здравствуйте. На Чукотке ужесточены меры по борьбе с ковидом. Постановление об этом подписал глава региона Роман Копин. Новые правила будут действовать до конца февраля. Подробнее о них расскажет Дмитрий Басов. Школьники Анадря ушли на дистанционное обучение. Чтобы сдержать рост коронавирусной инфекции, власти приняли решение разобщить жителей. Классы теперь пустуют, но работа продолжается. Учителя проводят уроки с помощью интернет-ресурсов. Мы работаем с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Это предполагает использование различных образовательных платформ с применением онлайн-консультаций, онлайн-тестирования, различных рабочих листов. Также используем различные информационно-коммуникативные ресурсы. Все педагоги на данный момент находятся на своих рабочих местах. У нас в дистанционном формате обучаются только дети. Около двух тысяч учеников окружной столицы и студенты Чукотского многопрофильного колледжа теперь занимаются дома. Временно прекратили работу некоторые группы в детских садах и одно дошкольное учреждение полностью закрыто на карантин. В городе даже остановлено движение школьного автобуса. Ему сейчас некого перевозить. На сегодняшний день у нас около двух тысяч детей, 1059 человек у нас в школе на Мира, 1007 детей у нас в школе на Отке. Ну и соответственно также есть дети, которые в детских садах, это около 257 человек. Если мы говорим по городскому округу Анадырь, на сегодняшний день у нас дворец детского и юношеского творчества. Он точно так же по 9 число, в соответствии с приказом управления, переведен на дистанционный режим функционирования. Аналогичная ситуация у нас по детской школе искусств. И отрабатывается режим взаимодействия с департаментом культуры, спорта и туризма к вопросу о детской и юношеской спортивной школе. Такие меры будут действовать до 9 февраля. Как будет развиваться ситуация с заболеваемостью, покажет время. Но по постановлению губернатора на Чикотке уже усилены меры борьбы с ковидом. Все образовательные и спортивные мероприятия, предусматривающие перемещение участников между населенными пунктами, рекомендовано перенести на более поздний срок. До конца февраля приостанавливается работа предприятий общественного питания в ночное время. Дома культуры, фитнес-центры, бани, кинотеатры могут работать только при 50% заполняемости. А работники и посетители должны иметь QR-код о вакцинации, либо справку о перенесенном ковиде или документ о противопоказаниях к прививке. Также можно предъявить ПЦР-тест, выданный не позднее двух суток назад. Режим для нас не изменился с новым постановлением. У нас также остается процент заполняемости зала 50%, как и было. Мы соблюдаем масочный режим, то есть наш персонал соблюдает масочный режим. Соответственно, мы этого же требуем с наших зрителей. То есть покупка билетов, проход в зал осуществляется только в маске на лице. Кроме того, приостанавливается диспансеризация и профилактические медицинские осмотры взрослого и детского населения. Анадровский окружной психоневрологический интернат переходит на карантин до 2 марта. Сохраняется обязательно ПЦР-тестирование на коронавирус приезжающих перед выходом на работу. Тестированию подлежат все – привитые и непривитые – от коронавируса в Анадоре, Певеке, Билибино и поселке Угольные Копи. Исключение составит случай, если человек выходит на работу через 7 дней и более после прибытия в округ. Работодателям в районных центрах рекомендовано обеспечивать еженедельное ПЦР-тестирование всех сотрудников. Такие меры будут длиться до конца февраля. Дмитрий Басов, Ярослав Сертун, Вести Чукотка.